Продолжаем текстурировать наше кресло. Грид можно иногда выключать, например, когда мы уже закончили с моделингом, примерно предметы стоят, можно отключить отображение грида и отключить отображение Head-Up Display Polycount. То есть у меня был включен, я его отключу. Так, когда вы будете работать с рендером, мы будем использовать Arnold Render. И в большинстве случаев нужно использовать шейдеры, которые относятся к Arnold Render. Для этого сейчас мы можем рассмотреть простой шейдер, который не будет блестящим, будет имитировать поверхность нашего кресла, то есть это текстильная поверхность. У него нет никаких спекулеров, но зато есть такая мягкая заливка. Для этого я сейчас через правую кнопку мыши назначу материал, но я буду использовать не Lambert, Blin или Fong, которые мы рассматривали на прошлом уроке, а я возьму что-либо из шейдеров, которые относятся к Arnold Render. Самый часто распространенный и используемый шейдер – это Arnold Standard Surface. Из него можно сделать практически все – и блестящую поверхность, и матовую поверхность, и стекло, и металл. То есть самый главный шейдер, который мы будем использовать при хорошем рендере с Arnold, это IE Standard Surface. Я назначила его на наше кресло, но сейчас, если вы видите, у нас есть небольшие блики вот здесь. Поэтому мы сейчас заходим в Attribute Editor. Я удалю историю. И заходим в Standard Surface. У него есть основные атрибуты – это Base, который отвечает за наш цвет. У него есть настройки Specular. Specular – это как раз и есть вот этот наш блик на материале. У них есть настройки Transmission. Он отвечает за стеклянную поверхность. Сейчас мы это пока разбирать не будем. У него есть настройки Emission. То есть если мы захотим сделать какой-либо светящийся материал, то мы будем использовать эту вкладку. Также Thin Film и Geometry – они больше используются, когда мы будем настраивать стекло. Сейчас мы рассмотрим пока вкладку Base и Specular. Так как это у нас матовая поверхность, мы уберем наш Specular, то есть уменьшим его Weight. Таким образом у нас получился матовый материал. Также можно смотреть настройки материала в HyperShade. Если мы сейчас откроем эту вкладку и выделим наш материал. Вот он, Aris Standard Shader. Кстати, его можно переименовать, чтобы потом легко можно было различить, какой материал за что отвечает. Можно назвать Armchair Fabric. Таким образом мы будем знать, что это матовый материал Fabric. Если я здесь во вкладке Hardware выберу Arnold, то у меня сразу рендерится этот материал. То есть я увижу, как у меня будет отображаться этот материал на рендере. Он все время после любого изменения пересчитывает это изображение. То есть real-time от Rendered. Base можно поставить вот так. Вместо Color можно назначить текстуру. Я сейчас подберу текстуру. В данном случае уже не Wood, а Fabric. Вот это тоже неплохо подойдет. Так как у меня уже материал назначен на спинку, я могу увидеть сразу результат. Ну, назначить материал здесь, либо в атрибут-эдиторе. Либо я могу сначала подготовить материал, а потом уже назначить на сам объект. Проверим его развертку. Можно назначить Automatic Mapping. И теперь посмотреть результат. Попробуем применить Unfold. Unfold помогает избежать вот таких, получается, затертостей текстуры, когда она слишком растягивается или, наоборот, не так ложится, как нам нужно. Это можно потом фиксить, выбирая каждую отдельную деталь. Попробуем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, верно, чтобы оно хорошо отображалось. Но сейчас лучше всего сначала UV примерно привести к одному виду, а потом уже текстуру тайлить, дублировать много раз. Но главное сейчас, например, чтобы вся модель была примерно одинакового скейла. Субтитры сделал DimaTorzok UV-маппинг на самом деле это очень кропотливый процесс. Чтобы текстура легла красиво, без вот таких замыливаний, нужно, получается, каждую разворачивать таким образом. Примерно подгонять их под одну. Здесь вообще совсем не так, как нужно. По идее, Unfold в некоторых местах срабатывает так очень хорошо. То есть он разворачивает текстуру именно по модели равномерно, чтобы не было где-то непонятного скейла. Так, я сейчас это пока сюда уберу. Ну, они становятся более-менее похожи друг на друга. Все части. В данном случае мы же будем использовать тайл, и тайл должен скрыть вот эти все огрехи растянутости текстуры. Но все равно в местах, например, где лицевые вот эти части, желательно привести в порядок всю текстуру. Чтобы она смотрелась одинаково. Можно это делать вручную. Продолжение следует... Продолжение следует... Иногда Unfold срабатывает не совсем так, как нужно. То есть нужно здесь всегда смотреть и проверять, сработает, не сработает. Здесь, например, их нужно подвинуть. Если я двойным кликом выделяю фейсы здесь, то у меня сразу выделяется весь кусочек развертки. И мне здесь его нужно чуть-чуть увеличить. Вот, тогда они у меня примерно одинаковые становятся. Больше всего внимания стоит уделить только тем частям, которые у нас будут видны. Ну, самые такие лицевые. А то, что находится там внутри или сзади, им можно не уделять внимания. Так мы уже почти поработали со всеми большими кусками, которые бросаются в глаза. И можно применить репит к текстуре. Можно сделать это двумя способами. То есть саму текстуру продублировать, либо всю UV-развертку слишком сильно увеличить. Кстати, здесь есть такая функция, как LayoutUvis. Он собирает все выделенные развертки ровно по квадрату. И теперь ее можно просто сильно-сильно увеличить. Такой способ подходит для рендера, но не подходит, когда вы разрабатываете модель для игр. То есть, когда вы используете модель для игр, у вас все текстуры как бы запекаются ровно по квадрату. И, например, там может неправильно лечь LightMap, NormalMap, DisplacementMap. То есть в играх часто используется RealTimeRender. И для того, чтобы это все быстро, красиво рендерилось, очень большая часть детализации идет именно на текстуры. И там, как выглядит развертка, это очень важно. То есть они не должны друг на друга накладываться, не должны выходить за квадрат. А в принципе, когда мы используем для архитектурного рендера, когда у нас будет просто конечная картинка, нужно смотреть на результат, а развертка тут в принципе уже не важна. Вернемся. Вернемся так, чтобы она осталась у нас вот так. И добавим репит самой текстуре. Для этого я зайду в материал, нажму на эту кнопку, у меня открывается текстура. И здесь есть вторая вкладка Place 2D Texture. То есть это нода настройки нашей текстуры. И здесь можно добавить репиты. Например, повторить эту текстуру 10 раз. Или, например, 5 на 7. То есть уже смотрите в зависимости от того, как у вас выглядит результат. 10 на 7, наверное, будет достаточно. Работа с шейдерами, когда, например, вы более углубленно будете изучать, она состоит из работы именно вот с этими нодами. То есть можно за счет создания отдельных нодов и соединениях в рабочем пространстве, добавлять текстуру, например, через Color. Второй способ – можно использовать именно вот эти вкладки. То есть подключать другие какие-либо компоненты, такие как текстуры, непосредственно уже в самом материале. Для этого нужно выделить материал. Вот он, весь наш материал. К нему подключена текстура. К нему подключена сама текстура в файл. То, что мы сейчас работали, это вот Place2DTexture. То есть можно использовать вид через ноды и редактировать их, выделяя здесь. А можно использовать атрибут Editor, либо вот эти вкладки. То есть и так, и так правильно. Так, сейчас у нас выделен материал. Мы здесь видим результат рендера. Ну, для кресла, в принципе, окей. Можно даже сделать его немного темнее. Мы убрали Specular полностью, убрали Metal. Можно добавить немного Rough скругленности. То есть работа с рендером и с текстурами идет уже... То есть постоянно нужно смотреть, редактировать какой-либо атрибут и смотреть результат. И когда вам нравится ваш конечный результат, и он похож на Reference, то, в принципе, задача выполнена. Назначим теперь материал на все оставшиеся наши части. Можно это сделать также несколькими способами. Так как у нас изначально был куб, то, в принципе, развертка в некоторых местах она достаточно нормальная. То есть можно сначала назначить текстуру, а потом уже работать с Viewer Texture Editor и поправлять только те, которые, например, не так выглядят, как нам нужно. Например, здесь можно поработать только над верхней частью, потому что такое ощущение, что ее соскейлили, всю текстуру. Здесь она выглядит классно, а вот здесь немного не так. Для этого можно просто выделить те edges. В мае 2018 можно сразу как бы видеть, как выглядит развертка уже на самой модели. И тогда понятно, где нужно добавить швы, чтобы по-другому развернуть. Например, вот здесь у нас есть шов. Вот здесь можно добавить рез. Так, здесь можно сделать кат. И он становится белым. Здесь я сделаю то же самое. Можно здесь проверить. Вот здесь не хватает одного ребра выделения. Так, вот он. И сделаю кат. И вот этот кусочек я попробую сделать сначала unfold. Теперь попробую его соскейлить. Так. Вот так. Но скейлить нужно именно в UV. Чтобы наша модель не повредилась, скейлить здесь нельзя. Либо через UV, тогда точно не повлияем. Либо, когда мы даже через фейсы, нужно скейлить, находясь во вкладке UV-Text Editor. Теперь, чтобы не повторять те же самые действия, можно просто сдублировать и удалить вот эту ненужную спинку. Такой получился результат. для Boot тоже можно использовать материал Arnold. Для этого мы можем назначить также Ascend New Material, выбрать шейдер и выбрать Standard Surface, назначить вместо Color Boot путь до нашей текстуры. Теперь уже в настройках этого материала нужно оставить Specular, потому что зачастую деревянные поверхности, они имеют такой лакированный эффект. Это можно добиться за счет Specular. Двигая эти настройки, можно добиться разного результата, если, например, он будет очень сильно круглый, либо равномерно распределенный именно Specular. Ну, я думаю, для ножек вот такого результата достаточно. Последний штрих. Можно, в принципе, сейчас добавить обычный SkyDome Light. Это стандартный лайт, именно который относится к Arnald. Так. Увеличить пол и попробовать это все отрендерить. Рендер мы используем, просто нажав эту кнопку. Здесь сейчас полностью настройки по умолчанию. То есть, если мы добавим SkyDome Light, то у нас получается эффект рассеянного света, не точечных лучей, рассеянный свет и мягкие тени. То есть, совсем ничего сложного. На следующих уроках мы будем рассматривать уже, как можно, как более детально работать со светом, с шейдерами, настраивать рендер. Так, можно сейчас, если мы включим вот эту Resolution Gate, вкладку, то мы сразу видим, как у нас будет на рендере, как результат конечного рендера, то есть ракурс. Можем подобрать ракурс, нажать Render, и все. Если, например, ракурс нравится, то можно его запомнить. У камеры есть, я сейчас покажу, вкладка называется Bookmark. Она оставляет закладку именно на положении камеры. Также, когда мы рендерим, мы можем сохранить наш результат промежуточный. И в следующий раз, когда мы с рендерим, мы можем сравнить эти два результата. Например, взять другой ракурс. Либо поменять какие-либо настройки и двигаться между рендерами. Смотреть, есть ли прогресс, улучшение. То есть, когда мы работаем именно с рендером, нужно смотреть на предыдущие результаты, и чтобы каждый раз не сохранять картинки, не открывать другие вкладки, например, отдельно их сравнивать, то можно использовать сохранение. Когда у нас сохранены несколько результатов, то мы можем между ними, просто используя scrollbar, переключаться. Так, я сейчас сохраню. Например, нам вот этот ракурс нравится, и мы сделаем букмарк. Заходим во View, Bookmark, Edit Bookmark, даем ему какое-то название, например, View 1, и он у нас здесь сохраняется. Теперь, когда мы, например, меняем положение камеры, Perspective, то мы можем вернуться к этому режиму, зайдя в Bookmark и выбрав View. И финальную картинку можно сохранить отсюда. Просто File, Save Image. То есть, я правой кнопкой мыши кликнула, File, Save Image, в любом формате. Например, JPEG или PNG. На сегодня все. Спасибо за внимание.